Ребятки, привет всем девчонкам, мальчишкам. Вот эти парфюмы были у меня в предыдущем влоге о моей парфюмерии. И мы медленно передвигаемся во влог, потому что в тазике есть еще много чего интересного. Так что оставайтесь со мной. Так, ну что, вот эти вот пробники, сразу я их вытащила. Это три парфюма Венецианский купец и Ксержо Флира. Да, давным-давно он у меня уже есть, 15 миль в отливанте. Классный, очень сладенький такой, новогодний для меня. В общем, классный парфюмчик. Хотела бы иметь 30 миль, но не больше, потому что он вот такой чисто антидепрессант, аромат праздника и хорошего настроения. Поэтому 30 миль, например, для меня мне достаточно. Вот, ну потом расскажу об этих пробниках. В принципе, достаточно мой муж их поносил. Но есть о чем сказать, как бы, соотношение качества, цены и того подобного потом, да. Так, дальше, что у нас дальше, что мне попадается. Вот, Том Форд, Блэк Оршит, давным-давно у меня. Сын у меня его, наверное, заберет. Он им и так, в принципе, пользуется. Но я думаю, не наверное, я ему, конечно же, его отдам. Очень любит, ему очень нравится. Вот, ну а мне он уже, конечно, поднадоел. Хотя это шикарный, шикарный парфюм. Вот если где-то нарвусь на миниатюрку, обязательно себе приобрету. Или сделаю от Левант, может быть, не знаю. В общем, классный парфюм. Очень мне нравится. Вот, что еще? Мужской, вот этот вот, как он называется? По-моему, аттракшн, что-то такое аттракшн и нитио. Такой прям деготь-деготь, покрышки, как я называю. Вот. Классный мужской парфюм. Хотя заявлено, ну не секс, ну как бы, я не представляю. Наверное, брутальная женщина, очень такая брутальная, может его носить. И на самом деле, вот, заметила на муже, он раскрывается только в жару. И в жару звучит шикарно. Хотя, вот опять же, звучание, да, как я говорю, такое деготь. А зимой скукоживается, его почти не слышно. Но это на моем муже. Вот такие дела. Вот, ну, Мюглер и Мьюз тоже давным-давно. Купила его как раз-таки тогда, когда он вышел. Прям вышла на Венка, и было 30 миль, и я его купила. Влюбилась сразу, достаточно 30 миль. Девять, сколько еще, тут еще пользоваться и пользоваться. Стойкий, красивый, шлейфовый, веселый, задорный. Тоже новогодний, согревающий, классный парфюм. 30 миль лично мне, вот, просто с головой. Да, ну вот, 100, конечно, я бы, наверное, век не закончила. Потому что стойкость, стойкость. Он, кстати, по-моему, чуть-чуть у меня уже начинает окисляться, если видно. Да, да, ну, вот, такое дело. Вот, что еще? Ну, вот, попался мне красавчик, ланкомовский. Недавно его приобрела. Это такой кокосово-ванильный рай. Аромат настроения хорошего, веселого. Поднимает настроение. И все равно, вот, как бы я не хотела. Он мне, конечно, видится на девчонках вот таких вот лет 25. Хотя я его ношу, он мне очень нравится. Нравится моему мужу. Ну, вот, все-таки. И, в принципе, я не разделяю ароматы на возраст. Ну, вот, он прям классный такой вот. Так что, если подарок вот такой вот, где-то возраст, да, такой 17, 18, 20, 25. Ну, прям вот зайдет. Серьезно, классный. Порекомендовала тоже одной девочке, которой это уже 25. И она просто, она говорит, я влюбилась в него, спасибо. Так что, да, вот, классный. Ну, такой вот Томасик. Номер 4. Номер 4 Томас Космала. После любви переводится. Вот такая крышечка. Видите, я им пользуюсь. Стойкость феноменальная. Красавец, красавец. Опять же, за тест, обязательно за тест. Но для меня это мой, мой очень любимый парфюм. И, конечно, да, я его очень сильно люблю. И восхищаюсь ему. Для меня это вот прям как будто вот, я на него тоже подсела, скажем так. Так что, да, он уже у меня второе лето будет как. И, несмотря на его стойкость, видите, как он быстро у меня уходит. Так что, да, нравится. Одно распыление. Следующий мой любимчик – это Диор Эдикт. Давно у меня. И я его очень люблю. И пользуюсь я им только летом и вечером. Это для меня вечерний и летний аромат. Я его действительно люблю вечером. И люблю его летом, в жару. В какой-нибудь кафе на берегу моря. Одно распыление под булосы. И ты благоухаешь. Зимой я его не люблю, потому что здесь есть такие какие-то зеленые ноты. Но они меня раздражают. И перец. Хотя я перец люблю, но вот здесь что-то не то. А летом это красота. Это мороженое пломбир. Это прекрасные цветы. Это орхидея. Ну, в общем, суперовский. Суперовский парфюм именно для лета. Для меня, по крайней мере, на моей коже. Очень красиво звучит. Следующий, что у нас здесь, что? Ну, пусть будет Монталь Интенс Кафе. 50 миль. Тоже один из первых моих Монталей. По-моему, он самый первый был. Я его заказывала без затеста. Давно, прям давно-давно. И до сих пор его очень сильно люблю. И, как видите, 50 миль. И, не знаю, может, до половины я его израсходовала. Но, в общем, достаточно 50 миль. Очень классный. Мне очень нравится. Люблю его шлейфовый, сладкий, кофейный. Иногда кофеек долго держится. Иногда больше выходит на розы смазг. Но, в принципе, у меня все равно не похож. Розы смазг я не очень люблю от Монталь. А его вот я люблю. Потому что здесь есть ванилька. Ну, классный. Мне очень нравится на зиму. Вообще супер. Что у нас дальше? Вот, например, тоже, по-моему, я вам не показывала. Это Абонита Малинар. Точно так же давным-давно его себе приобрела. Приобрела. Еще, по-моему, даже я как-то до Ютуба была далека. В общем, что могу сказать. Для меня этот парфюм, он мне очень нравится. Я его практически не ношу. Не потому что там что-то не так. Но здесь для меня это особый какой-то случай. Я его одевала в караоке. Это для меня друзья. Хорошая выпивка. И что еще? Кальян. Кто любит вот такие посиделки с друзьями. Веселье, непринужденность. Вот он заходит мне. Но ношу его крайне редко. Так как, естественно, я, честно говоря, уже сама не помню, когда я последний раз куда-то выходила. Ну, а так, да. Люблю, люблю, люблю. Никогда не избавлюсь. Он у меня действительно давно. И очень мне нравится. Ну, вот мужской парфюм. Шикарный. Intensely. Так он называется. Adarmani. В общем, да, классный. Амбровый такой. Древесный. Летом нет. Мой муж сейчас уже его не носит в жару. Тоже он не пойдет. А вот на зиму согревающий. Очень-очень красивый. Такой какой-то амбровый. Сладковатый. Стойкий. Шлейфовый. Шикарный парфюм. Очень нравится моему мужу. И да. Но уходит опять же. Дальше. Что у нас еще? Что мне тут попадется? Вот. Кстати, попалась. Я уже за ней рассказывала. Это Guerlain. La Petite Noire Intense. Что тут у нас? Здесь, по-моему, ежевика или черника. Я не помню. В общем, такое варенье. Для меня это аромат варенья. Но такого нравится. Он мне зимой. Вот прям кайфую. Хотя я думаю, наверное, он будет звучать. И сейчас неплохо. Но может быть одно распыление. Кстати, можно сейчас попробовать. Я сегодня еще не наносила на себя парфюм. Так что да. Ну, красивый-красивый аромат. Видите, он потемнел. Ваниль имеет свойство темнеть со временем. Но аромат шикарный и очень комплементарный. Зимой я его очень сильно люблю. И следующий. Вот такой вот красавчик. Вот такой маленький. Здесь 10 миль. Это Элизабет Арден. White Tea. Слушайте, ну он суперовский аромат. Он очень классный. Неожиданно. Он бюджетный, недорогой. На лето. Боже, какой же он красивый. Он действительно красивый. Я почитала. Здесь есть лайм, по-моему. Не помню. Здесь, по-моему, есть базилик или нет. Или может быть нет. В общем, он очень классный. Он в стиле Дольче Габбана Light Blue. Да, вот кто любит такое направление. Обратите внимание. И он бюджетный. И он для своей цены очень качественный. И очень шлейфовый. И, не знаю, мне кажется, must have на жару. Это просто супер. Я вот действительно куплю себе флакон. Так что классный. Что еще у нас здесь? Ну вот, Narciso Rodriguez. Pure Mask. Мне идут Narciso Rodriguez. Мне это моя фирма. Это моя марка. Несмотря на то, что у меня сегодня это единственный парфюм от Narciso Rodriguez. Вообще у меня в моем парфюмерном шкафу. В свое время я, в принципе, у меня были все нарциссы. Нарциссы у меня были все, да, в принципе, парфюмы. За исключением, по-моему, там, не помню даже что. Да, это мой парфюм. Это мой парфюмерный дом. Но пока мне вот на самом деле хватает вот этого Pure Mask. И я довольна. Весенний аромат. Очень красивый, женственный, шлейфовый, стойкий. Белая рубашка накрахмаленная. Какая-то с такими цветами. Я слышу здесь ландыши. Вот ландыши и мускус. Ну, в общем, такой женственный-женственный. С таким красивым мускусом. Но, опять же, кто, да, мускуса не любит, то, да, не подойдет. Но мне нравится. Что у нас еще? Ой, ну как мне еще разделить? Там, видимо, девочки, у нас получится еще одно видео. Серж Лютанс Араби. 50 миль. Видите, какой флакончик еще тот. Вот. Как видите, все равно я им пользуюсь. Я, в принципе, редко им пользуюсь. Да, я пользуюсь им дома. Мне нравится этот аромат. Но в люди как-то я его не ношу. Не знаю, почему не ношу. Хотя он мне нравится в базе. Именно в базе. Вот. Ну, это Восток. Это, конечно, да, это рынок. Это рынок. А в базе, конечно, мне нравится. Но ношу его дома и никогда не избавлюсь. В общем, классный аромат. Это единственный у меня от Серж Лютанс аромат пока. Вот. Такие дела. Ну, давайте еще один аромат. Вот. И это Джулиен Хезеган. Я уже тоже о нем говорила. Мэтт Мадам. Сумасшедшая Мадам. Да, сумасшедшая Мадам. Ненормальная. Она секси Мадам. Но сумасшедшая я. Поэтому рекомендую к зоотесту, кто любит кожаные ароматы. Кто любит такие вот шипровые ароматы. Шлейф бесподобный. Вообще очень комплиментарный на самом деле. Даже неожиданно для меня самой. Когда я вот просто, когда его на себя наношу. Всегда, всегда мне делают комплименты. Хотя он такой чуть-чуть как бы. В общем, его надо нанести на кожу и походить с ним погулять. Сначала даже покажется, может быть, если из колпачка. Такой тоже типа деготь. Что-то такое. Да, но нет, нет. Он очень красивый. Естественно, сладости здесь нет. Поэтому я думаю, что надо брать. Это такой аромат на выход. Но тестить, тестить все, тестить. Вот. Ну и всем, конечно, большое спасибо. И мы встретимся в следующем влоге. Потому что у меня остался. Осталось еще в моем тазике парфюмерии.